МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности в этом выпуске. Незаконную торговлю вейпами пресекли полицейские. Электронные системы, ароматизаторы и жидкости для них более чем на миллион тенге изъяли у жителя Петропавловска. Руководство Североказахстанской области и провинции Шэньси заключило меморандумы и контракт на 93 миллиарда тенге. Состоялся официальный визит делегаций Североказахстанской области в город Сиань, провинции Шэньси, Китайской народной республики. Данный визит прошел под эгидой соглашения об установлении побротимских отношений между регионами, подписанного в ходе государственного визита главы государства в Китай. Поездка состоялась при поддержке Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиань во главе с Генеральным консулом Жошиханом Кыраубаевым. Глава региона Гаоэснер Мухамбетов провел официальную встречу с губернатором провинции Шэньси Джаоиде. Обе стороны обсудили вопросы развития взаимного партнерства и подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества между Североказахстанской областью и провинцией Шэньси, а также меморандум по расширению торговых связей с международным портом Чанба. Официальная бизнес-делегация посетила ряд промышленных объектов в городе Сиань. Делегация ознакомилась с деятельностью торгово-логистической компании и международного сухого порта. Аким области посетил промышленный комплекс компании, провел встречу с руководством Дзяхэй. Помимо этого состоялось открытие Центра продукции Североказахстанской области в городе Сиань. Компания – давний партнер нашей области, которая создала в регионе крупный сельскохозяйственный кластер по производству масочных культур и мельничный комплекс. Данная компания планирует создать большой агропарк на территории нашего региона, который будет включать в себя ветроэлектрические станции, завод по переработке мясной продукции, производство продуктов питания, логистический центр. По данным проектам заключены меморандумы на сумму 93,5 миллиарда тенге. Из них 5,5 миллиардов – это контракт между агрохолдингом Atomicen Agro и компанией FAMSAM по производству элеваторного оборудования. На отдельной встрече Гайуэстер Мухаммедов с потенциальными инвесторами обсудил вопросы реализации инвестпроектов. Делегация ознакомилась с работой инновационной теплицы и достижениями Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства в городе Янлин. Аким области встретился с докторантами из Казахстана, обучающимися в данном вузе. В университете прошла церемония открытия совместной Казахстанско-Китайской лаборатории по животноводству для изучения и развития научных проектов. В селе Смирнова модернизируют систему водоснабжения. Сейчас ведутся бетонные работы. Заливают два резервуара общим объемом 600 кубометров. К реализации проекта приступили в 2022 году. Общая стоимость составила более 2 миллиардов тенге. В рамках проекта предусмотрена прокладка новой трассы водопровода протяженностью 125 километров. Больше половины плана уже выполнено. В настоящее время установлено 84 километра трубы разных диаметров. Из 654 колодцев установлено 475 колодцев по селу. Этот проект позволит отойти от старой системы, то есть водоразборные колонки будут уже все ликвидированы. Вода будет заведена в каждый дом людям. Подрядная организация у нас Сусь-Каменогорска, ТОО «Ангруппс», технический надзор Асем Круз Козлорда, фирма, соответственно, с города Козлорда. И авторы проекта, сантехстрой проекта, это город Шипкен. Проект прошел полностью экспертизу. Чтобы минимизировать неудобства и возможный ущерб, работы по прокладке труб на улицах села проводят методом горизонтально-наклонного бурения. Всего задействованы 5 бригад в количестве 40 человек. Работает спецтехника. Перепады температуры и снег для рабочих не проблема. Мы ведем сегодня прокладку трубопроводов методом горизонтального бурения по улице Горького, по улице Щербакова. У нас осталось там по 200 метров остатки. Также мы подводим с распределительных колодцев трубопроводных домам непосредственно. Также мы ведем сегодня, внутри колодцев делаем монтаж арматуры. Серьезных проблем с водоснабжением в районе нет. 99% населения обеспечены чистой питьевой водой. Проект позволит улучшить качество не только воды, но и жизни в целом, считают сельчане. 21 век и социальная инфраструктура тоже должна развиваться. Надеемся, закончат работу, будет все хорошо. Вода есть, пользуемся и вот ждем, что с прокладкой нового трубопровода улучшится у нас. Бывали перебои, но это все связано, видимо, с проведением новой линии. А так, да, довольны, все нормально. Сделают все окончательно и будет все прекрасно, я так думаю. Со старой линии уже сыпятся, все проржавело, все портится. И чем бесконечные порывы, лучше потерпеть немножко и сделать все как следует. Завершить работы планируют в следующем году. Валерия Филатова, Вадим Ударисов, МТРК. Воловой сбор зерновых культур в районе Махжана-Жумабаева составил 702,5 тысячи тонн при урожайности 21,1 центнер с гектара. Для сохранения урожая функционируют 32 сушилки с общей производительностью 1000 тонн в час. В животномодстве растет численность поголовья за счет создания новых молочно-товарных ферм. На сегодня работают пять крупных молочных комплексов. В текущем году реализуются три проекта по расширению действующих предприятий. Началось строиться самой крупной молочно-товарной фермы в регионе на 3600 голов дойного поголовья на базе ТО «СК Агро-2050» за счет кредитных и собственных средств на общую сумму около 5 миллиардов тенге. В будущем на этой ферме в планах содержать до 10 тысяч голов. На будущий год планируется строиться еще одной молочно-товарной фермой на 600 голов дойного поголовья в ТО «ЖНВ». Работа по реализации инвестпроектов в районе будет продолжена. В районе активно развивается малый бизнес. За последнее время открылись 8 объектов торговли, в том числе один крупный супермаркет, оптово-розничная торговля в городе Булаево, мельница в селе Лебяжье, цех по производству брусчатки и металлоизделий. Открытие данных объектов позволило создать новые рабочие места. За текущий период этого года создано 665 новых рабочих мест за счет трудоустройства в сферах сельского хозяйства, предпринимательства, строительства и в других отраслях экономики. В рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы в текущем году был выдан 21 грант на сумму более 31 миллиона тенге. В 2024 году провели ремонт дорог. В районе их более 700 километров. 200 километров республиканского, более 100 областного и свыше 400 районного значений. В хорошем и удовлетворительном состоянии 80% дорог. Всего в текущем году проведен ремонт 45 километров районных и внутрипоселковых дорог на общую сумму 2,7 миллиарда тенге. Улучшенной дорожной инфраструктурой охвачено 15 сел, в которых проживает более 6 тысяч человек. Славится район своими спортсменами. Зараб Сункар – чемпион Казахстана, призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Нурсултан Жакупов – двукратный чемпион Азии по кикбоксингу. Для проведения предстоящих соревнований по зимним видам спорта планируется строительство хоккейного корта в селе Советском. Также в планах на следующий год реконструкция стадиона в селе Байтирек и строительство бассейна в городе Булаева. Валерия Сиваш, МТРК. В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в областном Маслехате поздравили отличившихся сельхозтоваропроизводителей со всего региона. С следующего 2025 года будет основной упор делаться именно на сельскохозяйстве, развитии его и поддержка сельхозтоваропроизводителей. В этом году Североксанская область получила рекордный урожай. У нас с каждого гектара 18,6 центов из гектара получили. Поэтому небывалый урожай получили в этом году и мы думаем, что должны быть работники, простые комбайнеры, механизаторы, животноводы. Те люди, которые были заняты непосредственно на уборке и посевной компании, они сегодня будут награждены по представлению своих ведущих руководителей. Награду достоились порядка 60 человек. 10 человек отметили медалями за трудовое отличие, около 30 сельхозработников орденом трудовой славы. Остальные получили республиканские и региональные грамоты, а также благодарственные письма. Получают грамоты за свою заслугу, за свой труд, за свои терпения. Они занимаются сельскохозяйственными. Сельскохозяйственные у нас сельскохозяйственные занимаются почти обеспечить всей страны. Поэтому благодаря этому народ нигде ничего не ищет. Потому что у нас все есть, все продается, все покупает, все есть. Народ живет. Это потому что и стабильность в нашей стране. У страны есть стабильность. Сегодня народ получает государственные награды, а его нигде не бывает. И вот только указом голова государства она дается. Поэтому радостное дело. Отметили работников и ветеринарной сферы. Работа трудная, но благородная, считает Адиль Исмухамбетов из Уалихановского района. Работаю в сфере ветеринарии с 2016 года. Работа у нас достаточно сложная. Было неожиданно, что меня сюда пригласили. Сегодня я получил награду трудовой славы. Будем и дальше развивать сферу ветеринарии в регионе и помогать животным. Сотрудничество профсоюза и работников сельского хозяйства планируют развивать и дальше. Стоит отметить, что в этом году сельхозработники собрали урожай почти на 4,5 миллионов гектаров. Государственная поддержка составила около 70 миллиардов тенге. Валерия Сиваш, Александр Янцин, МТРК. Заслуженный тренер Республики Казахстан по греко-римской борьбе Сергей Импольский представляет спортивную династию. Его отец Анатолий Импольский посвятил всю свою жизнь спортивной акробатике. В этом же виде спорта работает и брат Андрей. Сергей Анатольевич в этой сфере более 40 лет и воспитал немало именитых чемпионов. В этом году получил медаль Ерена Инбегушин. Тренирую я сейчас взрослых в основном, ребята, которые уже достигли определенного уровня. Ну, из старых у меня один из первых учеников, призер советского суда, еще тогда в тяжелом весе. Потом Милешин, участник олимпийских игр. Агатаева, два брата, призера Азии. Из последних Бибулатов, трехкратный призер мира. Каленов, чемпион азиатских игр. Вот сейчас наш общий парень, Явлоев Ислам, стал чемпионом мира по молодежи. В общем, нормально, скажем так. Спортсмены высокого уровня есть. За достижениями каждого из борцов стоит усердный труд тренера. Одновременно нужно быть и педагогом, и психологом, и другом. Ежедневные тренировки требуют много сил и терпения, говорит Сергей Импольский. Он считает, любимому делу надо отдаваться полностью. И не важно, будь это сварщик на заводе, механизатор в поле или тренер в зале. Я просто люблю эту работу, как правильно сказать, я люблю этих пацанов, уважаю, маленьких люблю, старших уважаю. Вот и вся методика. Надо с уважением относиться к спортсменам. И с уважением относиться ко всем профессиям. По мнению тренера, отрадно, что молодежь сейчас интересуется разными направлениями, от экономики до спорта. 2025 год президент страны объявил годом рабочих профессий. Сергей Импольский когда-то и сам работал на заводе. Надеются, что рабочим специальностям будут уделять больше внимания. Александра Рудина, Ширния Сыманов, МТРК. Распродажа зимней обуви для широких ступней, выпирающей косточки и больших размеров из Белоруссии. Удобная, теплая. И это не одна обувь у меня уже белорусская. Вот это вот будет третья. Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции получили информацию о незаконной реализации электронных систем потребления никотина, вейпов, посредством мессенджера Телеграм. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Петропавловска. При задержании оперативники изъяли у него из машины и квартиры 118 единиц незаконной продукции. На общую сумму более миллиона тенге. Проверяется возможная причастность других лиц. Полицейские напоминают, что оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкости для них запрещен с июня текущего года. В зависимости от тяжести содеянного, закон предусматривает наказание от штрафа в размере до 200-месячных расчетных показателей до лишения свободы на срок до 5 лет. В регионе проводят республиканские командно-штабные учения КС-2024. По сценарию на 65-м километре автодороги Петропавловск и Шим столкнулись два автомобиля. Задача ЧС-ников – извлечь троих пострадавших из машины. Тем временем спасатели из Тюменской области тушат пожар другом авто. Возгорание произошло в результате самостоятельного отогрева машины паяльной лампой. На учения с приграничного региона прибыли 7 человек и 3 единицы техники. Ежегодно мы проводим учения как на нашей территории, так и на территории республики Казахстан с привлечением личного состава пожарно-спасательной техники, аварийно-спасательного инструмента и многого другого. Для того, чтобы минимизировать все возможные риски и предупредить возможные чрезвычайные ситуации. Благополучное проведение сегодняшних учений говорит о том, что мы готовы, мы умеем и можем предупредить любую чрезвычайную ситуацию, дорожно-транспортные происшествия, пожары, поводки и многое другое. Хотел бы от себя лично сказать большое спасибо принимающей стороне. Качественные подготовленные учения прошли на высоком организационном уровне. В программе несколько сценариев поиск пропавших людей на трансграничных участках. Для этого привлекли волонтеров, оперативно-спасательные отряды и кинологов. А также предотвращение утечки химикатов. В кювет съехала машина с баком хлора. ЧСники провели замеры площади, заделали пробоины в цистерне и убрали верхний слой грунта на месте утечки. На озере ЧСники отработали спасение человека из ледяной воды. Учения проходили возле села Соколовки. Присутствовал на них заместитель Акима области Канаду Зилбаев. Задействовали 32 единицы техники и 80 человек личного состава органов гражданской защиты. Данное учение помогает закрепить общее взаимодействие, прочее оперативное информирование друг друга от территории. Данный вид учения у нас проводится ежегодно. В зимний период у нас проходят учения Крыс-2024. И соответственно в прошлом году республиканский штаб находился в городе Петропавловске. В этом году штаб расположен в городе Кахшитал. Но вместе с тем у нас во всех 13 районных областей в городе Петропавловске уже проводятся все практические мероприятия. Именно по ликвидации честного периода. В первую очередь это устранение аварий получается на системах тепловода, электроприказного снабжения. А также связанные с снежным заносом на дорогах. Проводить совместные учения с российскими коллегами в ежегодной практике наших спасателей. Помимо этого они ежедневно на связи, обмениваются информацией. Любови Жабиной тяжело зимой самостоятельно наводить порядок во дворе. Помогают волонтеры. С лопатами они пришли, очистили двор от снега. Ну вот ребята, волонтеры помогают в нужный момент, всегда рядом, всегда приходят. Большое им спасибо, здоровья им желаю, чтобы у всех жизнь была хорошая. За полчаса ребята справились с поставленной задачей. Выполняют всегда все слаженно. Каждый из них знает свои обязанности. В этом и секрет успешной командной работы. Сегодня наш молодежный ресурсный центр города Петропавловска, совместно с Центром общественного развития информации ЦОРИ, мы проводим такую акцию «Твори добро». Дрова будем заносить, уголь, воду. Также к нам каждый день обращаются по 34 человека. И вот стараемся выезжать, никого не пропускать. Помогают людям волонтеры круглый год. В каждый сезон работы хватает. С начала года они посетили дома 400 одинокопроживающих горожан. Камила Карим, Вадим Ударисов, МТРК. Ко дню рождения гуманитарно-технического колледжа в спортзале учебного заведения прошел традиционный турнир среди гиревиков. Это традиционные соревнования. Проходят они в 14 раз. Участвуют школьники из города и районов. Возраст ребят от 13 до 17 лет. Парни и девушки соревнуются с гирями весом от 8 до 16 килограммов. Все ловко демонстрируют силу, выносливость и технику. Это отборочный турнир. Лучшие поедут на чемпионат в Астану в середине декабря. Проводим две дисциплины. Упражнение толчок среди юношей. Упражнение рывок среди девушек. Несмотря на то, что мы сегодня проводим юный возраст, у нас уже есть титулованные спортсмены, многократные призеры и чемпионы республиканских международных соревнований. Порядка 60 любителей шахмат второй день соревнуются в этой интеллектуальной игре. На областные отборочные соревнования приехали участники из районов. В зале как юные, так и опытные игроки. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. 70-летний Кадыржан Ахметов из села Карагаш из сельского района. Играет в шахматы всю жизнь. Своим мастерством делится с внуками. Шахматы для меня это больше, чем просто игра. Мне всегда нравилось заниматься данным вида спорта. Ведь это интеллектуальная игра, которая отлично развивает мышление. Для молодого поколения это прекрасная возможность для развития. А для нас это передать свои знания и внести свой вклад в воспитание будущих чемпионов страны. Турнир уже стал традиционным. И с каждым годом привлекает все больше участников. Эта игра объединяет поколения. Считает главный судья соревнований. Надо сказать, что по составу у нас есть и кандидаты в мастера, перворазрядники. Играют у нас старшее поколение, среднее поколение, младшее. Младшее поколение это у нас шахматисты. От 10 до 18 лет самые лучшие чемпионы области и призеры по детским шахматам. И надо сказать, что вот такие вот соревнования, они самое главное сохраняют преемственность. То есть младшее поколение учится у старших. Старшее поколение также вот смотрит на вот эту игру нашей молодежи. Отмечает то, что они, значит, с каждым годом усиливаются, повышают свое мастерство. По итогам турнира определят лучших шахматистов. Они будут защищать честь региона на республиканском уровне. Камила Карим, Матвей Колесников, МТРК. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78. Телефон плюс семь семьсот семь триста сорок три шестьдесят два восемьдесят два. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более ста магазинов в России. Продолжение следует...